Новый сельский Аким может быть уволен. Он не проработал на этой должности и трех месяцев. Всему виной методы лечения простуды с помощью спиртных напитков. Было установлено, что госслужащий присутствовал на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. На очередном заседании Совета по этике рассмотрели деятельность и поведение ряда должностных лиц. Один из них – Новый Аким села имени академика Алькея Маргуана Экибастузской сельской зоны. На должности он всего пару месяцев. На госслужащего поступила анонимная жалоба. Якобы он находится на рабочем месте нетрезвым. После проверки факт был подтвержден. У нас была крупная поводковая вода пошла на село. Мы занимались отводом с 14, прямо с 2 часов дня до позднего вечера, до ночи. Мы работали полностью, устраняя подтопление домов и хозяйственных построек села. После выполненной работы, я отведя действительно от такой угрозы, мы выпили. И тем самым, когда нас в действии мне показало легкую степень опьянения, я глубоко сожалею о содеянном. За счетом чиновника выступили местные жители. Они просили принять более мягкое решение в отношении своего нового Акима. Однако Совет по этике рекомендовал Акиму Экибастуза уволить госслужащего. Также была рассмотрена деятельность отдела Акимата в Актагайском районе. Там бюджетное жилье, построенное для переселенцев по программе «Янбек», выдали военкому и начальнику полиции района, которые в очереди на получение квадратных метров не состояли. К нам пришел военком и начальник постовой службы. Они переехали к нам в село, но места для проживания у них не было. Половина квартир в новостройке были свободны. Планировали заселить военкомы и полицейского временно. К тому же они попадали в категорию переселенцев из трудоизбыточных регионов. Совет по этике рекомендовал Акиму Актагайского района вынести своему подчиненному дисциплинарное взыскание, а не полном соответствии занимаемой должности. Ермек Сапаров, Айбек Газис, Ертый Сакпарат.